В Калининграде местные власти решили окончательно решить вопрос с единственной соборной мечетью, которую мусульмане почти построили за счет собственных средств и сил. Вчера к недостроенной мечети подогнали технику и приступили к разрушению Дома Аллаха. Мусульмане до конца надеялись, что власти не посягнут на самом деле. Это самое святое, что осталось у них в этом городе, однако их ничего не остановило. Вот так по проекту должна была выглядеть соборная мечеть Калининграда. Ее строительство местная мусульманская община начала с разрешения властей в 2010 году. Однако три года спустя работы в парке Южном приостановили по решению суда, который посчитал, что строительство ведется в границах охранной зоны памятника Фридманские ворота. А позже суд и вовсе признал незаконными все разрешительные документы на строительство, несмотря на то, что к моменту запрета мечеть была построена на 80%, а земля была выделена самими властями. Но мусульмане Калининграда не теряли надежду завершить начатое. В январе 2020 года они обратились к министру обороны России Сергею Шойгу с предложением построить главную мечеть Вооруженных сил Российской Федерации, но не в подмосковном парке Патриот, а в Калининграде, как раз на базе недостроенной мечети в парке Южный. В ответном письме Министерство обороны предложило для решения вопроса согласовать позиции руководителей трех духовных управлений мусульман, официально действующих на территории России, а именно Центрального духовного управления, Совета муфтиев России и Координационного совета мусульман Северного Кавказа. Мусульмане Калининграда направили им письма с просьбой поддержать их инициативу, хотя сама постановка вопроса у них вызвала искреннее недоумение. Инициатор идеи строительства мечети Артур Русяев не скрывал, что идея обратиться в Министерство обороны была продиктована в первую очередь с желанием все-таки завершить постройку мечети, сохранить ее. Но ответ от муфтиетов долгое время не поступал, и неизвестно, ответили ли они вообще. Незадолго до этого сам Артур Русяев построил на собственном земельном участке единственный в регионе молельный дом для мусульман. Но власти выступили против и снесли его 22 мая 2019 года по решению в судахах незаконную постройку. Я Коран заберу! Идем, я Коран заберу, вы что, парень? Коран заберу, вы что, Коран? Ты что? Теперь надо по святой выжить. Ничего святого, я ведь, ничего. Строительная техника сравняла дома все постройки с землей буквально за пару часов. Снесла даже колодец с питьевой водой. После этого Артур Русяев начал активную кампанию как по завершению строительства мечети в парке Южном, так и искал другие объекты под мечеть. За мной находится сейчас та недостроенная мечеть, которую нам местные власти разрешили начать строить. Но так случилось, что построили за 80% они ее у нас прекратили в стройку, отобрали все документы, все отобрали. Так как нам за это здание были определенные деньги возмещены, я предложил ли мы им купить здание, которое подходит под всем параментам по виду разрешительной документации на эксплуатацию, в которых можно проводить все религиозные обряды. Брались до того места, где находится Дом культуры, Доксиклый центр Москва, который мы с определенной группой братьев предлагаем нашей религиозной организации купить. Мы уже провели переговоры с хозяином этого здания, ну, о определенной цене договорились. Да он даже идет до такой виллы, как рассрочка, понимаете? И тут начались очень интересные чудеса. Как только наша организация начала интересоваться этим зданием, ввести переговоры, тут же неопределенные люди нашли хозяина этого здания и начали задавать ему вопросы. Такие вопросы и предложения, от которых ему было трудно отказаться. То есть, чтобы он не продавал нам это здание, если продаст, то у него будут проблемы. Мы добрались до того здания, которое нам передала нашей религиозной организации мусульманам города Калининграда, вот это здание. Спустя некоторое время Артура Русяева арестовали, обвинив незаконном хранении наркотиков в крупном размере и приговорили мусульманина к 4,5 годам колонии общего режима. Несмотря на то, что на пакетике с наркотиком не было обнаружено отпечатков пальцев Русяева, решение суда было однозначным. Во время судебных тяж Артура отмечал, что запрещенное вещество ему подбросили. После некоторого времени пребывания под стражей мусульманский активист загадочным образом скончался. По официальной версии, мужчина умер на утренней зарядке в колонии, предположительно от инфаркта. Напомним, что Калининградская область – единственный регион России, в котором нет ни одной полноценной мечети. Сейчас местные мусульмане вынуждены молиться в небольших или приспособленных помещениях, которые не вмещают всех желающих. Однако все попытки построить мечеть упираются в нежелание или противодействие местных властей. УМА-класс – это онлайн-школа для детей любого возраста. Вся школьная программа, официальное зачисление в любое время года, удобная IT-платформа, получение базовых шариатских знаний, углубленное изучение арабского и английского языков. Получите бесплатную консультацию на сайте умакласс.ру. Ссылка в описании.